Каренин в костюме с иголочки, на Вронском, спортивные шорты. Такой Анну Каренину в Большом еще не видели. Постановщик, живой классик балета Джон Неймайер, знает, чем зацепить. Этот балет не книга Льва Толстого, он вдохновлен романом. Это не иллюстрация книги, а чувство, которое я испытывал, читая ее. Я не размещал действия в прошлом, все происходит в наши дни, так же, как и Лев Толстой рассказывал нам о своих современниках. Сценограф, художник по костюмам, автор либретто. Неймайер привык многое делать сам. Каренин по сюжету политик. Не сложно ли танцевать в пиджаке? Это прекрасно, не знаю, костюмы шили в мастерских Большого театра. Прекрасные портные и все хорошо. В Рунске в спектакле вообще любитель лакросса. И правда, не выводить же лошадей на сцену. Самое трудное в его партии – фирменный конек Неймайера сложнейшей поддержки. Приходилось учить не одну репетицию. Но когда их выучиваешь, они оказались очень простыми. Каждое движение, оно что-то означает. И когда в движении есть смысл, его чисто физически выполнять проще. Наполнение тоже. Любовь и ревность, верность и предательство. Накал вечных страстей под бессмертную музыку Чайковского, Шнитке и Кэта Стивенса. Заглавный образ у примы Большого Светланы Захаровой. После ее хрупкой и пронзительной Маргариты Готье из «Дамы с камелиями» у Неймайера не осталось сомнений, кого отправить под поезд. Какая-то революция, наверное, во всяком случае в моем сознании произошла, когда я впервые увидела этот спектакль. Возможно, какие-то моменты я могу чувствовать по-другому, но когда говорит Джон, что надо делать так, даже не хочется спорить, потому что ты понимаешь, что это творец, который живет в этом спектакле. И как всегда у мастера, это многолюдный спектакль-кайдоскоп, где при скудности декораций все внимание к изучению характеров, без герлыков и приговоров. Со всех сторон оригинальная премьера на исторической сцене Большого 23 марта, но билетов, кажется, уже не достать. Дмитрий Кузьмин, Илья Редкозубов, Дмитрий Парфенов. Первый канал.